Мы, дорогие друзья, живем с вами не на юге, поэтому теплые полы скорее необходимость, чем роскошь. На этапе строительства их можно сделать и водяными. О том, как это сделать правильно, нам расскажет наш эксперт Владимир Румянцев. Привет, Володь! Добрый день! Сборка теплых полов начинается со сборки такого модуля. То есть это блок смешения называется. Он подсоединяется к котлу, это вход у него, дальше идет предохранительный блок, это клапан предохранительный для сброса давления, клапан для отвода воздуха и манометр для контроля давления. Дальше идут запорные краники, идет регулятор по температуре, краник регулятор температуры, насос циркуляционный. Дальше идут термометры для регулировки температуры на входе и на выходе. Разница между ними должна быть не больше 15 градусов. Вся разница регулируется также краником температуры. Достаточно сложная конструкция, насколько я понимаю, но один раз собрав, можно уже будет не беспокоиться, работать все будет. Правильно, можно всю жизнь получать комфорт. Дальше у нас идет распределение по контурам. Каждый контур должен быть максимально не более 80-100 метров трубы запитана. К блоку смешения подсоединяется такой коллектор. Он распределяет каждый контур в своем направлении. Также идет регулировка по производительности. Я правильно понимаю, Валыч, что каждый кран отвечает за, например, свою комнату? Да, действительно, каждый кран идет на свою комнату, либо на свой контур. Регулировка производится поворотом верхней части кранника. Контроль осуществляется при помощи такой шкалы, которая называется расходомер. Валыч, давай расскажем про сами трубы, которые укладываются в полу и обеспечивают, собственно, передачу тепла поверхности. Да, трубы имеются двух диаметров. В основном это не ниже 16 миллиметров. И причем трубы замеряются по наружной части. Сама укладка контура должна быть не больше 80-100 метров. Это наиболее эффективно. А скажи материал труб. Я знаю, что, например, пластик менее теплопроводен, чем железо. Почему используются пластиковые трубы? Ну, пластик в целях гибкости и надежности лучше. То есть, если медную трубу, конечно, она лучше будет производить теплопроводность, то пластик лучше будет сохраняться, потому что полы заливаются один раз и не всегда. То есть, пластик в этом плане лучше показывается. Ну что ж, друзья, надеюсь, вы себе дома устроите теплые полы, и у вас будет даже в нашем северном регионе просто Африка. Это были мужики с руками.